Друзья, всем привет! С вами Яков. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о лабиринтах. Поговорим, что это такое, как туда попасть и что мы в итоге можем оттуда получить. О наградах давайте мы поговорим чуть позже, а для начала давайте разберемся, как в эти лабиринты вообще мы попадаем. Потому что, чтобы туда попасть, надо пройти 6 испытаний. А на протяжении всех этих 6 испытаний нас будет ждать огромное количество ловушек. Ну что ж, давайте разберемся с этими ловушками, узнаем где находятся эти испытания и приступим к прохождению лабиринтов. Ну что ж, поехали! Итак, первое испытание восхождения мы можем найти в первом акции в локации тюрьма. Эта локация, как вы видите, помечена красным маркером. И перейдя в ее и обыскав там все углы, вы найдете, конечно же, это испытание. В этом испытании нас будут ждать несколько лабиринтов, а также огромное количество шипов, которые выскакивают из-под земли. Они наносят довольно-таки неплохой урон, так что под них лучше не попадать. В принципе, все эти шипы вылазят из-под земли в определенном алгоритме. И пару секунд на них посмотреть, и вы этот алгоритм поймете. Идеально, конечно же, в этом испытании, в принципе, как и во всех других, иметь при себе такой камень, как Грозовой Переход. Как-никак он будет нам помогать элепортироваться из одной точки в другую. И если вы в себе не уверены, помогать вам избежать смерти. Кроме того, неплохо смотрелось бы в инвентаре банка на ускоренное перемещение. И вот эти два предмета, как камень Грозовой Переход и банка на ускоренное перемещение, очень сильно вам облегчат прохождение этих испытаний. Во втором акте нас ждут две локации. Это Обитель Грехов, а также Склеп уровень 1. Они тоже помечены маркером и находятся прямо перед вашими глазами. В первой локации Обитель Грехов нас ждут, конечно же, те же лабиринты. А что касается ловушек и препятствий, то там будет находиться огромное количество циркуляционных пил. Ну или же режущих дисков, как хотите так и называйте. То есть они будут касаться по земле и наносить тоже неслабый вам урон. На локации будут находиться некоторые рычаги, которые могут на время приостановить данную пилу. Кроме того, на карте будут находиться некоторые выступы, в которые вы можете зайти и подождать, пока эта пила пройдет мимо вас. В общем, будьте внимательны и никаких проблем у вас здесь тоже не будет. Следующая локация это Склеп уровень 1. Обращаю ваше внимание, что именно уровень 1, а не 2, так что тут не путайтесь. Кроме небольшого лабиринта, который будет встречаться на данной локации, нас будут ждать, конечно же, и ловушки. Что касается этих ловушек, то они представляют из себя такие вращающиеся колонны, которые со всех сторон покрыты шипами. Эти колонны движутся строго по проложенным им путям. И эти пути, конечно же, вы можете видеть, когда к ним подойдете. И проанализировав их алгоритм перемещения, вы как раз таки можете выгодать для себя секунду, чтобы быстренько и беспрепятственно пробежать дальше. В третьем акте нас ждут 3 локации. Это Крематорий, Катакомбы, а также Зеленый Лабиринт. Они тоже находятся перед вами и помечены, конечно же, маркером. Итак, первое испытание находится в локации Крематория. И там у нас ожидаются те же лабиринты, а также, конечно же, ловушки. На первый взгляд дальние ловушки вообще никак не заметны. То есть мы бегаем, видим какую-то мрачную архитектуру, а также небольшие сетки, которые находятся у нас под ногами. Так вот, как раз таки эта сетка представляет нам огромную угрозу. Потому что через определенный интервал времени эта сетка начинает гореть. Точнее не сетка, а сама огненная жгучая масса, которая находится прямо под ней. Вот как раз таки в этой локации Камень Грозового Перехода был бы просто идеален. И даже если у вас имеется максимальный сопротивление к огню, это вас попросту не спасет. Так что идеальный вариант подождать пока это раскаление пройдет. Следующая локация это Катакомбы. И кроме лабиринтов нас ждут тут ловушки в виде тоже пил. Только на этот раз они вращаются не вертикально, а можно сказать в плоскости. В принципе эта локация является, наверное, одной из самых легких из этих испытаний. Пилы здесь движутся четко по кругу. Есть, конечно, пилы, которые двигаются не только вдоль нашего пути исследования, а также и по воздуху перемещаются. Но как одни, так и другие можно, в принципе, легко обойти. Чтобы попасть на последние испытания, вам надо перейти в локацию Имперские Сады. Из Имперских Садов вам надо найти выход в локацию Зеленый Лабиринт. И вот уже в ней нас будет ждать последние испытания. В принципе оно тоже не отличается своей сложностью. Единственная здесь преграда это такие отравленные дротики, которые будут нас замедлять, а также наносить нам урон. Но с помощью нашей банки ускорения мы эти дротики будем очень быстренько пробегать. Так что никаких проблем, я думаю, у вас тут тоже не возникнет. Затем мы переходим в третий акт. Активируем нашу плиту восхождений. У нас открывается потайл в наш лабиринт. В лабиринте нас будет ждать абсолютно рандомные локации, которые у нас, в принципе, были в наших испытаниях. Но эти локации будут некоторых 2, некоторых 3, а некоторые в 4 раза больше, конечно же. Кроме ловушек, которые у нас попадались в испытаниях, они, в принципе, в этом лабиринте тоже, естественно, будут. И в количестве гораздо большем. Но проверяться они будут в рандомном порядке. То есть некоторые у вас могут попасться в лабиринте, некоторые могут не попасться. Также в некоторых моментах у вас будут встречаться и противники. Кроме испытаний на логику, в частности, ловушек. А также ваших скиловых качеств, ну, в плане битвы с противниками. Нас также будут ожидать 3 битвы с здешним боссом. Этого босса зовут Изарий, и он будет попытаться на локациях испытания претендента. И вот на этой локации, как, в принципе, и на других, которые будут перед ним, будьте предельно осторожны. Потому что как только вы погибаете в лабиринте, вы уже воскреснуть не можете ни в какой контрольной точке. Единственное ваше место воскрешения – это только город. А это значит, вам надо будет лабиринт проходить заново. Так что прежде чем вы будете заходить в лабиринт, вам надо к нему максимально подготовиться. Также на входе в каждую локацию вас будет ждать сплита. И нажав на нее, вы увидите карту нашего лабиринта. То есть то место, где мы будем находиться, будет отмечено кружочком и обведено такой, можно сказать, бирюзовой линией. И, допустим, из этой локации мы видим, есть три выхода – налево, прямо и направо. То есть как только вы появляетесь в какой-то локации, эту плиту, конечно же, надо активировать, чтобы видеть, где вы именно находитесь. Чтобы не получилась такая ситуация, которую я вам сейчас продемонстрирую. Потому что если вы перейдете в то ответвление, которое идет направо, и с той локации, как видите, выхода нет. И вы, войдя в нее и пробегая там бесконечное количество ловушек, будете попросту тратить время. Лучше как можно быстрее пробежать этот лабиринт и получить самую главную награду, которую мы можем оттуда вынести. Так что если вы зашли в локацию и видите, что из нее выхода нету, из нее лучше, конечно же, выходить и не тратить время. Но когда мы дойдем до последней финальной локации в лабиринте, надо будет ждать последняя третья битва с Сезарием. И после убийства которого он нам дропнет какой-то лут, среди этого лута могут находиться ключи от сокровщиницы. То есть мы весь этот лут, который нам помещается, конечно же, подбираем, а также подбираем эти ключики. Это может быть как один ключ, так может быть и три ключа. В общем, сколько бы ни дропнуло, мы их берем и выходим с этой локации. Переходим в следующую локацию, и на входе нас будет ждать несколько сундуков. В абсолютно роддомном порядке вы выбираете любой из них. Если у вас три ключа, конечно же, открываете три. Если один, то, конечно же, открывается один сундук. А из него вам могут выпасть какие-то предметы. Чуть-чуть выше данных сундуков располагается божественная купель. И подбежав к ней и активируя ее, вы можете зачаровать некоторые предметы. В зависимости от уровня сложности лабиринта, вам будет прилагаться зачаровать некоторые предметы. То есть вы активировали данную купель, берете из нее черепок левой кнопкой мыши и перемещаете на ваш предмет. И ему как раз таки будет добавляться новое дополнительное свойство. Это свойство фиксировано и менять его не получится. Если оно вам не нравится и вам надо его сменить, то вам надо будет пробегать этот же лабиринт заново. И еще раз, и еще раз, и еще раз, пока вам не выпадет нужное для вас свойство. Далее продолжаем движение до алтаря восхождения. И подбегая к нему и активировав его, мы получаем три варианта на выбор нашего класса восхождения. В данном моменте будьте очень внимательны. Потому что если вы свой класс выберете, уже изменить его нельзя будет никак. Вам придется попросту перекачивать вашего героя. А вот когда вы уже выбрали правильный класс, то его можно уже развивать. То есть после каждого успешного прохождения лабиринта, вам будет даваться два очка пассивных навыков. За каждые три уровня сложности по два очка. А также два очка за убер лабиринт. То есть в итоге мы получаем 8 очков пассивных навыков. А вот уже эти пассивные навыки можно будет сбросить, если вы вдруг неправильно их развили. А когда вы выбрали свой класс, выбрали свои пассивочки, нажимаете далее и двигаетесь к выходу из лабиринта. На этом у вас он заканчивается и можете переходить к выполнению лабиринта уже на новом уровне сложности. С каждым уровнем сложности, конечно же, лабиринты будут гораздо сложнее. Во-первых, вас будет ждать большее количество ловушек, а также босс будет гораздо сильнее. То есть со вторым и третьим уровнем сложности в принципе проблем не должно быть. Потому что вы знаете, где в каждой локации находятся эти испытания данного восхождения. То есть действуем в принципе по тому же логаритму. Нашли все эти испытания и можно в третьем акте уже заходить в лабиринт. Что касается убер лабиринта, то тут немножко посложнее. Потому что чтобы пройти испытания восхождения для убер лабиринта, вам надо эти плиты искать непосредственно на картах. Уровень карты в принципе не столь важен. Вы можете бегать и первую карту, можете бегать и шестнадцатую карту. Единственный момент, что на шестнадцатой карте будут гораздо сложнее противники там, а также ловушки. На первом уровне карты это будет гораздо легче. То есть нам также надо будет пройти шесть уровней испытаний. А эти уровни не обязательно, что будут появляться на каждой карте. То есть кому-то может повезет и на первой карте допинг какое-то испытание, а кому-то не повезет и с десятой. То есть чтобы завершить этот убер лабиринт, а также раскидать последние два очка пассивных навыков, нам надо конечно же все этих шесть испытаний пройти. А это значит, что придется пройти немало количества карт. Так что ими записайтесь, попросту их не выкидывайте. А как только вы накопили довольно-таки значительное количество данных карт, подходите к машине картоходца, активируйте их и начинайте искать данные испытания. При этом вы конечно же будете и качаться, и поднимать какой-то лут при этом зарабатывая наши сферки. Ну а также после энных количеств заходов в данные карты вам могут как раз таки попасть данные задания. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. А я на этом моменте свое видео буду заканчивать и я надеюсь оно было для вас полезным. Если вы недавно установили игру и не знаете, что такое лабиринты в Path of Exile, то я надеюсь, что вы теперь будете иметь хоть какое-то представление. Я же с вами прощаюсь и желаю всем удачи! Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!